В Афганистане в результате теракта погибли по меньшей мере 40 человек, еще 30 пострадали. Террорист-смертник подорвал себя у культурно-информационного центра. Среди погибших много женщин и детей. Ответственность теракта пока никто на себя не взял. При этом представитель действующей на территории страны группировки Талибан заявил о непричастности боевиков этого формирования к нападению. За два года Украина сократила потребление газа на 7 миллиардов 200 миллионов кубометров. Кроме того, в котельные, вырабатывающие тепло не из голубого топлива, было инвестировано более 440 миллионов евро. Об этом рассказал глава госэнергоэффективности Сергей Савчук. По его словам, добиться снижения потребления газа удалось за счет административных и стимулирующих мер. Савчук добавил, что данные представлены без учета оккупированных территорий Донбасса и Крыма. Глава госэнергоэффективности добавил, что в Украине также при поддержке местных властей появилось 156 региональных программ по утеплению. Клубы дыма от горячих печей поленьев медленно смешиваются с ароматами подрумянившихся кальмаров с брокколи и чесночным соусом. В этом аргентинском ресторане все блюда готовятся на открытом огне. И недавно это столичное заведение в здании бывшей автомастерской добавили в престижный список 50 лучших ресторанов мира по версии компании «Сан Пелегрино». Аргентинская кухня знаменита своей говядиной барбекю. Но теперь местные шеф-повара больше экспериментируют и с другими продуктами. «Мы готовим всю еду на дровах. Это делает вкус более насыщенным. Мясо, поджаренное на огне, очень вкусное. Но тут можно поесть спаржи, приготовленные на дровах. У других такого нет». А это уже другое заведение на окраине Буэнос-Айреса. Владелец этого ресторана привез из США технологию длительного приготовления мяса барбекю. Иногда на это уходит более 10 часов. «Если готовить в глиняной печи или в печи на дровах, то вкус получается совсем не такой, как в газовом гриле или духовке. Кроме того, огонь очень привлекает посетителей». Традиционные аргентинские барбекю называются «асадос». Обычно вся семья собирается у костра. И это уже стало частью национальной идентичности. «У нас, аргентинцев, есть глубоко укоренившиеся вещи, такие как семья, встречи с друзьями, барбекю, огонь. Самое главное на встречах – это атмосфера. Барбекю – только повод, чтобы увидеть друг друга». И эту традицию аргентинские рестораны, похоже, стали открывать заново. Вероятно, в ближайшее время она точно не будет забыта. Победить болезни с помощью бокса решили 70-летние южноафриканские бабушки. С недавних пор два раза в неделю они приходят в один из спортзалов Йоханнесбурга. Регулярные тренировки уже приносят пользу. «Много лет, когда я приходила в больницу, у меня было высокое давление. С тех пор, как я занялась боксом, врачи говорят, что у меня давление в норме. Я чувствую себя сильной, занимаясь в спортзале. Чувствую, как крепнут мышцы». По мнению специалистов, такие упражнения очень полезны при некоторых заболеваниях. «Ожирение и такие недуги, как высокое кровяное давление, высокий уровень холестерина и диабет второго типа в Южной Африке достигло критических масштабов. Согласно исследованиям, здоровое питание и физические упражнения – идеальный способ победить эти неинфекционные заболевания». Между тем, бабушки лишь отрабатывают технику ударов, но никогда не вступают в бой. «Это часть обучения самообороне, а не тому, чтобы драться с людьми на улицах. Эта дисциплина дарит уверенность в себе. И если кто-то попытается напасть, вы будете знать, как защищаться». «Мне нравится бокс. Я спокойна, поскольку знаю, если вор или преступник попытаются напасть на меня, я смогу ответить ему в рамках самообороны. Поэтому я чувствую себя в безопасности». Занятия боксом для бабушек проводятся бесплатно. Здесь они не только укрепляют здоровье и учатся защищаться, но и находят новых друзей.